Здравствуйте, друзья! Сегодня продолжим тему складных многофункциональных ножей фирмы Victorinex. Я в одном из своих видео обещал рассказать вам про нож, с которым я езжу куда-то на природу или в отпуск, когда уезжаешь не на один день, а на несколько дней. Это нож Victorinex. Нож этот называется Victorinex Workchamp. Его каталожный номер 0.8564. Вот такая вот упаковочка у этого ножа, то есть вот здесь вот его каталожный номер, можете посмотреть. Вот, на мой взгляд, это, наверное, самый лучший из всех швейцарских ножей, по крайней мере лучший нож фирмы Victorinex. Это бескомпромиссный вариант. Если уж покупать себе один единственный швейцарский нож, то, ребята, надо брать именно Workchamp. Других вариантов я не вижу. Всё остальное это компромисс и самообман. Почему именно этот нож? Потому что этот нож 111 сантиметров, он так называемый солдатский нож, на самом деле это уже полнофункциональный нож, которым можно отрезать чего угодно. Если вы едете куда-то в путешествие на несколько дней, где вы там снимаете какое-нибудь жилье для себя или в отпуск уезжаете, но не где всё включено, а где вот вы сами можете какие-то продукты покупать, то вам понадобится, естественно, в доме ножек. Здесь вот такой вот клиночек, которым можно и хлеба порезать, и дыньку уже разрезать, и арбузик порезать. Это, конечно, не прям идеально, но вряд ли вы больше с собой нож возьмете. Это вот максимальный размер ножа. Подальше отодвину камеру. Вот. То есть, чтобы вы понимали, вот это вот офицерский нож вот так вот выглядит, который 91 сантиметр. У него есть вот такой вот маленький клиночек, я вам в обзоре одном показывал. Также вот такой вот клиночек, которым можно резать. Вот разница, ребята. Видите, да? Несмотря на свой размер, данный нож удобно держать в руке, то есть по толщине. Он, ну, он, конечно, толстенький, но для работы он очень удобен. Он гармоничный, потому что он достаточно длинный. Если, на мой взгляд, вот такой вот нож городской, как называется Explorer, должен быть четырехрядником всё-таки, это максимальное число рядов, которые, я считаю, нужно иметь в городе, то вот такие вот большие ножи покупайте. Workchamp это шесть рядов, это либо такой нож, либо нож, в котором два ряда всего. Потому что не вижу смысла в компромиссных вариантах, в которых там четыре ряда, пять рядов. Они тоже будут толстые, но у них будет меньше функционала. Так, что вообще в этом ноже есть? Ну, естественно, лезвие. Лезвие защелкивается на лайнер-лок. Оно занимает целиком весь ряд. За счет этого оно длинное, надежное, люфта практически никакого нету. Закрывается вот так вот, нажимаете и закрываете. Это первый ряд, то есть первый ряд, это непосредственно сам нож. Расположен, кстати, очень удобно для нарезки с правильной стороны, то есть вот эта вот часть не мешает ничего резать, но если вы в правой руке нож держите. Так что действительно удобно ножом работать. Даже это не первый, а второй ряд получается, в первом ряде идут открывашки. Сейчас я вам их покажу. Вот самый первый ряд. Вот это вот открывашка для пивных бутылок и для лимонада. С большой шлицевой отверткой и со стамеской. Достаточно мощный инструмент, чтобы стамеской можно было работать, она тоже крепится на лайнер-лок. Так просто вы её не закроете. Вот. Чтобы закрыть данный инструмент, надо нажать вот сюда вот. Вот так вот. Видите? И складываете. С другой стороны это консервный нож. Открывается консервы, открываются они вперед, тоже все по уму. С левой стороны, то есть когда вы открываете вот так вот банку ведете, вам не будет мешать ничего. Ничего. То есть правильно, очень грамотно расположены первым рядом. Это, кстати, новая версия ножа Workchamp. В старом ноже все было наоборот, и он был неудобен. Вот. И вот когда вот эта вот версия вышла, я его купил сразу. Потому что действительно все переделали по уму. Учили все недостатки. И все шесть рядов стали функциональными и удобными для работы. Здесь на конце маленькая отверточка. Можно ей откручивать маленькие крестовые винтики. Ну и обычные шлицевые винтики тоже. Так, это второй ряд. Третий ряд это щипцы. Это самый толстый ряд. По размеру вот такие вот кусачки, подпружинены, очень ровненькие. В этих щипцах вот здесь вот можно перекусывать проволоку якобы. Вот. Но, в принципе, это не столько щипцы, сколько очень хороший, очень мощный пинцет. И он действительно очень нужен. Он меня выручал, когда я его в дорогу брал. Ехал я далеко, тысячу с лишним километров, в Мурманск. И у меня в машине предохранитель перегорел, приборные доски. Они в моей машине очень такие жесткие. Их вытащить очень сложно. И пинцетом я бы их не смог обычно вытащить. А вот этими кусачками вот прям очень удобно. Действительно, щипцы выручили. Есть такой же нож. Вернее, есть нож 101 сантиметров со щипцами. Называется геркулес. Он точно такой же, но там пять рядов. В том ноже нет напильника и пилы по металлу. Тоже толстый, тяжелый нож, но без напильника. Опять же, к чему его покупать, когда есть вот этот нож. Ненамного он из-за пилы толще. Потому что самая толстая секция, это всё-таки кусачки в этом ноже. Если уж экономить на толщине, то брать тогда и без кусачек нож. Это, по-моему, Форестер нож такой называется. Блин, опять же, это, ребят, уже компромисс будет. Так, кстати, по поводу секции с кусачками. С другой-то стороны этой секции, ребят, ещё отверточка есть. Спрятана она вот сюда вот. Отверточка очень неплохая. Такая мощная крестовая отвертка. Вот, но её не вытащишь, пока щипцы не откроешь. Следующая секция, это знаменитые викториносовские ножницы. Они очень классные, очень острые. Режут всё, удобно ими резать ногти. Это вещь, конечно. Китайцы ни ножницы, ни щипцы делать не умеют. У ножниц также с другой стороны спрятана отвертка, она удобно достается. Здесь всё рассчитано. Вот специальная штучка, на которую нажимаете вы. И здесь уже длинная крестовая отвертка. Длинная и тоненькая. Этой отверткой можно раскрутить, наверное, любую аппаратуру. Ноутбук, компьютер, какой-нибудь чайник, тостер. Ну, в общем, для ремонта бытовой техники в походных условиях она очень даже достойная. Вот это я вам показал, в принципе, четыре ряда. Еще два ряда, которые на самом деле не очень многое занимает место, это пилы. Пятый ряд. Пила по дереву. Очень острая. Любой сук вы можете отпилить. И опять же, если уж брать нож с пилой, то надо брать, наверное, нож по длине, который правильно, чтобы пилить было удобней. Этой пилой удобно пилить не только деревяшки, я им пенопласт пилил. Ну, это вообще мгновенно, она остренькая. Нужно было крышку для коробки пенопластовой сделать, ну, для погреба. Мне вот очень удобно было именно ножом это все сделать. Быстро достал, мгновенно отпилил, все, никаких проблем. И последний ряд. Это пила по металлу. Она же напильник. С одной стороны крупная насечка, с другой насечка поменьше. Вот. В ноже знаменитом геркулес все то же самое, но нет вот этой вот пилы. Опять же, экономить вот на таком вот миллиметре и брать нож без пилы я особого смысла не вижу. Пила это очень даже выручает. У меня был, например, случай, даже в доме пригодился, ну, полетел сливной бачок, стал протекать от старости, надо было заменить. А болты, которым он прикреплен, они просто заржавели. И один болт пришлось слезать. И там, в принципе, не подобраться обычной ножовкой никак. А вот ножом этим, блин, достаточно. Ну, не скажу, что прям очень удобно, но, тем не менее, нож мне этот помог отпилить этот винтик, снять бачок, демонтировать, поставить новый. Ну, круто, я считаю. Пригодилось в жизни. Ну, также всякое может случиться. Возможно, какой-то замок вам придется спилить. Ну, какой-нибудь дурачок вам там на ручку машина замок повесит и напишет 1000 рублей за то, что бы я сказал там, где ключик лежит, например, да? Вот. Если у вас такой нож, взяли вы с собой куда-то там, да? В поездку. Я не думаю, что все ножовку там в машине возят или болгарку, но пригодится тоже, выручит. Так что в жизни всякие ситуации бывают, и от пилы я не вижу смысла отказываться. Если уж брать полноценный швейцарский нож, то вот WorkChamp. У него также очень удобные накладки. Они не полированные, поэтому они не царапаются. Мне это очень нравится. При этом в этих накладках также вставлена зубочистка и пинцет. Пинцет стандартный, ровненький, все подогнано. На природе можно вытащить клеща, если не дай бог вопьется, ну а также выдернуть бровь или ресничку. Ну, зубочистка. Ну, в принципе, зубочистка, что можно сказать. По идее, можете пользоваться только мытью каждый раз. Почему нет? Это индивидуальная штука. Она даже может и как зубочистка использоваться. Дальше есть штопор, конечно. Тоже в путешествии вещь-то как раз очень хорошая. На штопоре уже в комплекте шла часовая отверточка, который можно не только часы, но и очки подремонтировать. Ну, не знаю, еще что-то очень мелкое развинтить. Так же есть шило. Вот такое вот острое шило. В нем нет отверстия. Палатку вы шить из-за этого, ну, не то, что не сможете, но будет неудобно. Хотя я честно, я не знаю людей, которые шьют палатки. Это просто так все говорят, что вот шило, соответственно, чтобы что-то шить им. На самом деле, это шило в основном все используют, если надо дырочку в ремне сделать. А, кстати, в отпуске, если вы едете там недели на две, может быть и придется дырочку в ремне делать дополнительно. Так что вещь просто, возможно, вас очень выручит. Ножом вы можете ремень этот испортить, когда резать будете, протыкать. А вот шило, оно сделает дырочку ровненькую. Здесь острая грань и кожа, оно очень хорошо просверлит. Ну, еще оно как керн считается, но керн это же для того, чтобы потом сверлить, сверла в этом ноже нет. Вот, пожалуй, все инструменты. Никаких многофункциональных крюков, как в Swiss Champ здесь нету, но это реально нож, который стоит с собой брать именно по родненькой земле, когда путешествуете. Просто очень классная штука, когда куда-то далеко едете, когда на несколько дней, когда едете в съемную квартиру, в дорогу. Вот так он у меня дома лежит, конечно, я его каждый день не таскаю. Да и дома он, как видите, пригождается иногда. Для города у меня вот такой вот ножик, поменьше, на него есть обзор. Этот нож у меня уже валяется просто в рабочей сумке, в которой я хожу на работу, в которой я ношу себе пару бутербродов для того, чтобы подкрепиться на работе. И вот этот вот ножик именно в рабочей сумочке лежит у меня всегда. Этот же ножик, когда я куда-то уезжаю на несколько дней беру. Вот. На этом обзор заканчиваю на замечательный нож Victorinex. Рекомендую всем к покупке. Он, конечно, ну, наверное, дорогой все-таки. Он уже стоит около 100 долларов, чуть-чуть поменьше, то есть в районе 6-7 тысяч рублей. Но этот нож вы берете раз и на всю жизнь. Опять же, если вот вы не фанат таких вот швейцарских всяких ножей, там, чтобы с собой все время таскать, возьмите только один нож и все, и больше не парьтесь. Настоящий большой швейцарский ножик с множеством функций полезных, действительно полезных. Все. Спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал.